Он поддерживает и укрепляет сердце, он защищает сердечную ткань от повреждений, поддерживает нормальный уровень холестерина, он разрушает жиры, улучшает усвоение питательных веществ из пищи, если ногти слоятся, волосы выпадают, секутся, уменьшаются в диаметре, он лечит дырявый кишечник, улучшает барьерную функцию клеток, он важен для нервной системы, защита печени и почек. Здравствуйте, товарищи зрители. Пожалуй, сегодняшняя информация спасет очень многим людям жизни и здоровья. И не только из-за возможности снижения ядовитого гомоцистеина, слушайте предельно внимательно. Речь о бетаине. Бетаин является органическим витаминоподобным веществом, которое относится к классу аминокислот, и он очень близок к витаминам группы В, а также является химическим производным аминокислоты глицина. Но технически он не витамин. Он нужен всем людям для снижения уровня гомоцистеина. У кого гомоцистеин повышен в крови, у того дефицит бетаина. Он необходим для профилактики лечения болезни сердца, сосудов, печени, почек, а также для улучшения выносливости. Одна из ключевых функций бетаина – метилирование гомоцистеина для снижения риска повреждения сосудов и развития инсулинорезистентности, метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа. Бетаин – триметилглицин. И именно он – это единственная природная форма бетаина, а не синтетическое гидрохлорид бетаина. Помните, рекомендуемый многими диетологами и врачами бетаин-гидрохлорид – это синтетическое вещество. Не потребляйте его. Ссылку на натуральный триметилглицин, получаемый из свеклы, я оставлю вам под этим видео. Повышенную потребность в бетаине испытывают люди с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с нарушениями пищеварения, пожилые люди без исключения все, а также спортсмены и активные люди, которые тратят много сил и энергии. Кстати, идеальным сочетанием в плане получения огромной жизненной энергии с бетаином является применение коэнзима Q10 – главной составляющей энергии митохондрий. Каковы же признаки дефицита бетаина? Тошнота, вздутие, изжога, неудобство в животе после еды, повышенная утомляемость, слабость, снижение способности к физической активности, ухудшение когнитивных функций памяти, развитие атеросклероза, инфаркта миокарда, гипертонии, а также ломкость ногтей, выпадение волос. Кстати, если ногти слоятся, волосы выпадают, секутся, уменьшаются в диаметре, применяйте обязательно липосомальный витамин С, обязательно липосомальный цинк и бетаин липосомальный. А также характерный признак дефицита бетаина – сухость кожи, а также шелушение и воспаление кожных покровов. Итак, бетаин ангидроус – природный бетаин, синтезируемый из свеклы. В отличие от холина, бетаин более эффективен, поскольку может непосредственно передавать свою метильную группу, в то время как холин требует преобразования в бетаин в митохондриях клеток печени. А если у человека есть дисфункции печени, если она имеет фиброзы, ожирения, а ведь это есть у 95% людей, так или иначе, печень ведь не болит, даже если она разрушается. Вот ведь в чем штука. Триметилглицинбетаин является важнейшим метаболитом, который снижает, как я уже говорил, уровень гомоцистеина в крови и преобразует его обратно в ключевой строительный белок организма метионин. А избыток гомоцистеина разрушает аминокислоты, приводит к образованию тромбов, повреждению стенок сосудов, к отложению холестерина и кальция в сосудах с образованием атеросклеротических бляшек. Избыток гомоцистеина также приводит к развитию риска сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь инфарктов. При недостатке бетаина происходит повышение концентрации гомоцистеина в плазме крови, что и является фактором риска развития атеросклеротических заболеваний, коронарных, церебральных и периферических сосудов, а также венозных тромбозов. Знайте это. А бетаиновая недостаточность связана с метаболическим синдромом, то есть с инсулинорезистентностью, то есть с потреблением сладкого, а также с заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой системы из-за низкой способности организма усваивать бетаин из пищи. Дефицит бетаина также возникает при интенсивной физической активности, стрессе, беременности, лактации. Поэтому данные состояния это показания к применению бетаина. И не думайте, что вы получите ее достаточное количество с пищей, тем более в наши-то дни, тем более со столькими фактами, разрушающими бетаин. Бетаин улучшает, поддерживает барьерную функцию клеток, выстилающих кишечник, для предотвращения синдрома дырявого кишечника. Итак, дорогие друзья, у кого проблемы с кишечником, вздутие газа, бурление, синдром дырявого кишечника, СИБР, синдром избыточного бактериального роста и так далее, любые дисбактериозные состояния, бетаин просто жизненно необходим. А как он лечит дырявый кишечник, как улучшает барьерную функцию клеток, выстилающих петели кишечника, а благодаря увеличению выработки специальных белков, обеспечивающих крепкое соединение между клетками. И это простой научный факт, это истина. Но давайте я кратко поясню и другие функции. Итак, бетаин это защита печени и почек. Он защищает их от воспаления и окислительных стрессов, предотвращая развитие заболеваний, связанных с повреждением тканей этих органов, ну, например, таких заболеваний, как цирроз печени или нефропатия. Он поддерживает метилирование, то есть биологический процесс, чрезвычайно важный для восстановления ДНК, метаболизма липидов и производства S-аденозилметианина. А это важнейший этап в превращении вредного ядовитого гомоцистеина в метионин. Он поддерживает и укрепляет сердце, так как поддерживает нормальный уровень холестерина и триглицеридов в крови, что в свою очередь снижает риск развития атеросклероза и гипертонии. Он защищает сердечную ткань от повреждений свободными радикалами и окислительного стресса. Он важен для нервной системы, так как он участвует в метаболизме метионина и других важных метаболитов, что обеспечивает достаточно необходимое энергетическое снабжение мозга. А снижая уровень гомоцистеина в крови, бетаин уменьшает риск развития неврологических заболеваний, таких как инсульт, болезнь Альцгеймера и деменция. Ну и конечно он улучшает пищеварение, он разрушает жиры и улучшает усвоение питательных веществ из пищи, он повышает эффективность работы желудочных ферментов, таких как пепсин, что способствует расщеплению белков на аминокислоты. Итак, теперь это природное, натуральное вещество в концентрированном виде, которое моментально вступает в биологический оборот, не требует никаких других реакций и переходных форм. А потому идеальное для людей с любыми проблемами, от желудочно-кишечных до сердечно-сосудистой системы, этот бетаин идеален и почти на 100% усваивается. Я его ждал более года, в продаже он есть только у меня, смотрите его на моем сайте nadgar.ru в разделе липосомальные нутриенты. Кстати, там есть в липосомальной форме, то есть вещество, когда обертывается как бы в фосфолипидную оболочку и доставляется до каждой клетки нашего организма на 100% в неизменном виде, пройдя через весь ЖКТ, что это 100% КПД усвоение. А сама фосфолипидная оболочка идет на построение наших клеточных мембран, то есть это безотходная технология и самое, что ни на есть эффективное, а также натуральное. Посмотрите также, какие еще есть компоненты, важнейшие витамины и минералы в этой серии липосомальных препаратов, а также очень вам советую. Посмотрите и все видео, и препараты профессора Исаева. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомления о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео, и это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!